Амин. Присаживайтесь. Сегодня мы будем говорить о девятнадцатой главе. Я хотел начинать официально, а теперь неофициально начну. Писание очень интересная книга. И порой наши недельные главы, они как бы отражают нашу настоящую жизнь. И эта глава, которую мы сегодня будем разбирать, это глава Трума. То есть это книга «Исход» 25-го стиха по 27-й, 5-й главой 1-й стих, по 27-ю главу 9-й стих. И в этой главе говорится о строительстве Скинии. Вы не улавливаете ничего интересного? Народ выходит из Египта, подходит к горе Синаи, становится народом. И Бог говорит, постройте мне обиталище, дом, в котором буду я обитать, чтобы встречаться с вами. Потому что единственное, одно из самых главных и единственных назначений Скинии, это было именно то, что Господь хотел быть со своим народом, обитать со своим народом. И у нас происходит похожая ситуация. Мы выходим, мы выходим и входим в новое. И сейчас там тоже происходит стройка. И сейчас тоже что-то там созидается. Вы понимаете? Очень интересно. И посмотрите, что если мы будем смотреть эту главу, с самого начала Господь говорит Моисею, «И скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Обратите внимание, он говорит, что пусть народ сделает приношение мне, но я не возьму еще не все приношения, я возьму только у тех, у кого есть усердие. И на то, что собрал народ, на эти же все, что было собрано, было построено это Скиния. И каждый из нас сегодня может, ну, как бы может уже другое время, другая ситуация, но мы все можем сделать какое-то приношение в нашей ситуации, при строительстве Скинии, которую Бог дает нам сейчас. Каждый может сделать по усердию что-то, чтобы Бог обитал с нами. Вы скажете, Бог и так с нами, это правда, но Он хотел, чтобы было место, где бы Он мог проявить себя, где Он мог проявиться как Бог, где Он мог бы сказать народу, дать Ему направление. Бог, Он вездесущ. И Писание говорит, пойду на небо, там Он, и пойду в места преисподние, там Он. Но Он хочет обитать со своим народом. И поэтому Он сказал, постройте Скинию. Посмотрите, Он же не сказал, что, ну ладно, Израиль, идите, делайте, что хотите, а я буду все равно с вами. У Бога есть определенные условия. И мы приходим к Богу на Его условиях. Это чистота, святость, это наша молитва, наши отношения. Мы приходим к Богу на Его условиях, потому что Бог хочет, чтобы мы преобразовывались в Его образ. И сегодня у нас происходят похожие ситуации. Мы строим новый ковчег, но у нас тоже сегодня происходит вот эта стройка. Мы что-то созидаем для того, чтобы Бог был с нами. И иногда у нас есть такое понятие анархии. Я делаю, что хочу, как хочу, и говорю, ну так, Господь меня ведет. Но вы понимаете, если мы будем смотреть на главу, вот именно на эту главу, на строительство Скинии, Бог дал четкое, Он говорит, возьмите вот это, вот это будет вот так выглядеть, вот это крючочки, вот это шесты, вот это херувимы, вот это вот так. То есть Он дал четкое определение. И если Бог дает нам видение, вот очень важная мысль, Он даст нам понимание, как это строить. Когда кто-то приходит и говорит, а давайте сделаем что-то вот такое, ага, для Бога. Это ничего. Но если человек приходит и говорит, я хочу сделать для Бога, ну, хорошую нам молитву. Хорошо, что ты для этого сделаешь? Я буду вот приходить каждую неделю в шесть часов и молиться. Это уже результат. А если я приду и скажу, ну, давайте сделаем что-нибудь, это ничего. Поэтому Бог учит нас, что если Он дает видение, Он дает понимание, как это сделать. И Он обеспечивает это. Заметьте, они пришли люди, народ никто не заставлял. Они приходили и приносили. Приносили для того, чтобы созидать Божье. Потому что они понимали, это не просто там для Бога надо, ну, понимаете, Бог говорит, серебро и золото мое. Это нам нужно. Нам нужен Бог, нам нужно общение с Ним. Нам нужно место, где бы мы могли встречаться с Ним. И поэтому, как и в те времена, когда строили Скинию, так и сегодня мы, как община, строим нашу Скинию. Строим то место, где мы будем вместе, где мы будем одной семьей славить Господа. И я хочу, как бы уже сегодня у нас все так быстро, и может это хорошо. Я хочу в конце просто еще раз, еще раз, ну, обратить на это внимание. Что, когда Бог дает виденье, Он дает и понимание, и дает знание, как это делать. Он дает людей, которые будут это делать. Он соединяет нас в одну семью, чтобы мы сделали и исполнили Его волю. Потому что Он призвал нас, чтобы Его царство расширялось. Он призвал нас, чтобы Израиль услышал слово благой вести. Он призвал нас, чтобы у нас была семья, чтобы мы были одной дружной семьей, Божьей семьей в этом мире. Поэтому то, что сейчас происходит, это очень хорошо. Сейчас Бог делает нас едиными. Мы, как один народ, будем делать одно дело, чтобы завтра туда, в то здание, которое будет у нас, приходили другие люди, чтобы они присоединялись к нашей семье. Поэтому, если у вас есть возможность прийти на полчаса, на час, приходите. Вы знаете, это не было договорено с Раввином, что я так упрашиваю. Послушайте, просто приходит откровение. Мы сами строим свой дом. Мы сами строим свою обитель, где будет Бог. Хотя он везде. Понимаете? Мы семья, мы община. И мы едины. Единство не зарабатывает, оно вырабатывается. В работе, в служении, в общении, в постах. Спасибо тем, кто постился. Результаты в молитве. Пусть Господь благословит нас. Мы будем строить вместе для Бога. Аминь.